Продолжение следует... Яркий пример этому. 20 век – век стремительно развивающегося эгоизма. Это эпоха строительства новой, мировой Вавилонской башни. Ничего не учит история. Пять тысяч лет назад в Вавилоне люди хотели сами, своими руками построить башню до небес. Стать всесильными, властвовать над природой, построить рай на земле и быть счастливыми. Они полагались только на силу своих рук и разума. Эгоисты строили башню до небес. И в этом энтузиазме они были вместе. До поры до времени. Пока не проявились как эгоисты. Это был первый скачок эгоизма. Все закончилось разбиением, ненавистью. Земля наполнилась войнами и страданиями. Когда каждый перестал понимать язык другого. Все закончилось полным разобщением. Так мир начал нестись к своему эгоистическому пику. К 20 веку. И вот уже в 20 веке начинается строительство новой Вавилонской башни. Эгоизм потребовал нового наполнения. И мир снова, уже в который раз, ошибся. Он снова поверил в то, что можно наполнить эгоизм. И стать, наконец-то, счастливыми. Мы были просто уверены в этом. Какие радужные надежды были у нас. Началось покорение космоса. Я помню эту радость, когда русские послали первого космонавта. Американцы ступили на Луну. Мы спорили, есть ли жизнь на Марсе. Мы хотели путешествовать во Вселенной. И казалось, что это уже реальность. Мы были просто уверены, что наука поможет нам побеждать болезни. Мы были уверены, что машина заменит труд человека. Человек будет больше читать, думать, отдыхать. Будет короче рабочая неделя. Больше времени мы будем уделять семье. Мы ждали от научно-технического прогресса исправления нашей жизни. И чего мы добились. Человек не стал работать меньше, а гораздо больше. Он стал рабом работы, больших предприятий, своего бизнеса, рабом денег, власти, славы, научных степеней. Болезни не стало меньше, а гораздо больше. Экология планеты изменилась так радикально, что постепенно съедает нас всех. У человека не стало времени для семьи, и семья начала распадаться. Если вы спросите, был ли первобытный человек счастливее нас, я отвечу, был. Субтитры создавал DimaTorzok